Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! В начале октября в Москве на площадке Российского общества знания завершился финал Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Для участия в 2024 году зарегистрировались 12 840 представителей из всех 89 регионов страны. Победителем в номинации «Воспитание и социализация личности» стала педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург» из Самары. Какова главная цель Всероссийского конкурса? Сколько этапов пришлось пройти его участникам? И в чем уникальность воспитательной практики самарского педагога-победителя? Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И я с удовольствием представляю моих собеседниц. Это методист Центра детского творчества «Металлург» Анастасия Пенькова. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. И педагог дополнительного образования этого центра, собственно, победитель конкурса Луиза Беляева. Здравствуйте, Луиза Анваровна. Добрый день. Ну, прежде всего, позвольте поздравить вас с такой замечательной и значительной, и я бы хотела подчеркнуть это слово, значительной победой, потому что могу предположить, что весьма непросто, я думаю, победить в столь масштабном конкурсе, всероссийском конкурсе. Анастасия Сергеевна, вот вообще расскажите нам о нем для начала. Что за конкурс, как давно проводится и, главное, какова его основная цель? Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» организовывается, проводится с 2008 года. Изначально он проводился два раза в год. А, один раз в два года, извините, пожалуйста. Организатором, как и тогда, как и по сегодняшний день, является Министерство просвещения Российской Федерации, также Российский детско-юношеский центр, это государственное бюджетное учреждение города Москвы при поддержке профсоюза народного образования. И, конечно же, непосредственной площадкой, оператором которого является это Институт изучения детства, семьи и воспитания города Москвы. И основная цель, миссия? Цель педагогическая данного конкурса – это выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, воспитательных практик, которые способствуют формированию гармоничной личности, духовно-нравственной, на основе традиций наших семей, нашего государства. И, конечно же, непосредственно затронута и обозначена как воспитательная практика именно семьей, посвященная непосредственно году семьи. То есть все лучшее собирается со всей страны, видимо, для того, чтобы потом распространяться опять же по всей стране. Все лучшие методики, все лучшие практики. Для этого существует конкурс. Да, это уникальная возможность не только продемонстрировать ваши наилучшие практики, но и подчеркнуть лучшее у педагогов других регионов и трансформировать и перенести на свой опыт. И таким образом расширять наши возможности педагогические и расширять свою работу, улучшать ее в какой-то степени тоже, конечно. Расскажите, Анастасия Сергеевна, сколько номинаций, вообще номинаций в конкурсе? Какие это номинации? Номинации с года в год меняются, безусловно, так же, как их содержание, так же, как и их количество. В этом году номинаций было 10. Многие озвучивать все, я думаю, не имеет смысла. Ну, направления основные. Многие направления – это гражданско-патриотическое воспитание на основе кадетских традиций, навигаторы детства, семья, семейный уклад, уклад образовательных организаций и так далее. Но наиболее востребованными и многочисленными по приему заявок являются гражданско-патриотическое, навигаторы детства и воспитание и социализация личности номинаций, в которой мы и приняли участие. Было подано наиболее большее количество заявок. Вот именно воспитание и социализация человека. Да. Ну, вообще, и звучит-то, конечно, очень так значимо звучит. И, собственно, тут и спрашивать-то, почему вы выбрали эту номинацию, даже, наверное, и не стоит. Тем не менее, хочу услышать ваш ответ на этот вопрос. Почему выбрали ее? На самом деле вопрос очень интересный, потому что при приеме заявок на данный конкурс, потому что мы выдвигались на данный конкурс как самовыдвиженцы. То есть непосредственно это была инициатива нашего центра, инициатива нашего руководства, инициатива педагога. И поэтому нам предоставлялся выбор номинации. Мы выбирали между семьей и семейными традициями, ценностями, и воспитание и социализация личности. Но если учитывать, что Центр дополнительного образования, ЦДТ Металлург, как и любое учреждение дополнительного образования, нацелено именно на воспитание и социализация личности, а не особо не на образовательную стезю. Таким образом, сомнений не оставалось, тем более, если учитывать, что мы предоставляли воспитательную практику работы с особенными детьми. Да, вот это вот вы подчеркните, вы так это как-то скромненько так проговариваете. Наш Центр уже второй год реализует данную образовательную деятельность с детьми с особенными образовательными потребностями. Мы работаем с детьми с аутизмом, мы работаем с детьми с нарушениями интеллекта, с легкой и умеренной умственной отсталостью. И, конечно же, у нас есть дети с задержкой психического развития и с задержкой речевого развития. И таким образом, мы еще сотрудничаем с интернатом, с самарским пансионатом для детей с нарушением интеллекта. И поэтому у нас есть огромная площадка. Я уже, как ни странно, огромный накопленный опыт, который был достоин, чтобы с ним поделиться именно на таком уровне. Понятно ваше решение. Луиза Анваровна, вы теперь, пожалуйста, расскажите о вашей воспитательной практике вот с этими особенными детьми. И я так понимаю, не только с детьми, но и с этими особенными, я бы сказала, семьями. Вот в чем уникальность вашей этой практики? Почему вы выбрали? Я знаю, вы используете в работе там сказки. Почему со сказками вы работаете? Расскажите. Воспитательная практика, которую мы выбрали, которую именно захотели показать и преподнести педагогам всей нашей России, связана с социальными играми и с играми, направленными именно на опыт русских народных сказок. Почему именно сказок? Почему именно игра? Сказка – это то, что понятно любому из нас, понятно ребенку. Сказка, она глубоко уходит в корни нашего вообще происхождения. Родители, когда окунаются в сказки, они, естественно, вспоминают свое детство. Когда ребенок попадает в мир сказки, идет раскрепощение, идет релакс на полную катушку. То есть когда детям предлагается мероприятие, которое называется «Ребята, приглашаем мы семьи, приглашаем родителей, да, особых родителей». Они уже особо интересны нам, педагогам, тем, что это определенный пласт взрослого населения, у которого есть свои проблемы, есть свои какие-то взгоды-невзгоды. То есть родитель, который окунулся в мир особенного своего ребенка, он настолько загружен, настолько ощущает себя немножко, ну… Оторванным от общей реальности, как будто бы. Оторванным от общества, да. Заранее приходя на мероприятия, которые мы предлагаем для этих семей, родители из-под воль уже извиняются за такого вот своего ребенка, которого вот, да, мы пришли, да, социальная игра, но как же мой ребенок может играть? Ведь он же у меня плохо ходит, он у меня плохо разговаривает, у него руки-ноги немножко не такие, как у всех, да, деток? И когда родитель видит, насколько ребенок раскрепощается, вот сиюминутно придя на игру, это дорогого стоит. Да у меня даже мурашки сейчас. Да, и родители, не успев покинуть наше, да, вот уже учреждение, они заранее спрашивают, когда мы еще можем прийти? Нам настолько вот это понравилось. Да, это очень здорово, это классно. Это такой отклик вызывает. Я в ваших документах, которые вы посылали на конкурс, прочитала, по-моему, очень точная формулировка, подготовка к суровым жизненным ситуациям в сказочной игровой форме. Да, да. Да это вообще для всех полезно, и для здоровых людей, и для здоровых детей, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно если речь идет о детях. Конечно же, да. Когда мы проигрываем с детьми ту или иную ситуацию, мы проигрываем жизнь в миниатюре. И поэтому это здорово. Почему она, игра называется социальная? Потому что ребенок учится общению, он учится, выйдя из нашего пространства, он должен как-то... Уметь жить в мире, среди других людей. Да, конечно, совершенно верно. А как давно вы практикуете вот эту вот работу? Ну, не случайно, если вы обратили внимание, девизом моей педагогической деятельности является вот, ну, такая простая фраза, что я не волшебник, я только учусь. Я не так давно вот окунулась в мир игры, именно социальной игры, и изучая этот пласт работы, я его решила использовать именно на нашей категории детей, на особенных детках, на детках с проблемами здоровья. С нами работают семьи, где растут дети со многими проблемами. Вообще, какие кадровые ресурсы используются? Кадровые ресурсы у нас... Кто? Вот дети? Сами дети. Много детей? Сколько детей? 200? 300? Мероприятия, которые у нас проводятся, можно сказать, несколько раз в месяц, ежемесячно мы стараемся их проводить, используя различные игры, потому что социальные игры там тоже имеются, много разновидностей внутри данной категории. Мы стараемся проводить по 10-12 человек. Почему 10-12 человек? Конечно, мы стараемся работать на качество, а не на количество, потому что даже в психологии учитывается то, что люди, группа больше 10 человек уже считаются неуправляемой. Поэтому мы, придерживаясь данного знания, всегда набираем конкретное количество детей. Это очень важно, потому что... Каждому иметь возможность уделить внимание. Да. И внимание, и то, что у детей, у многих, с особыми образовательными потребностями, существуют неспецифические реакции. Кто-то... Многие из них, им очень тяжело находиться в толпе. Лишние шумы, белые шумы, любой виск, любой писк, даже, возможно, использование какой-либо музыки. Это очень тонкая, организационная, во-первых, работа. То есть создание комфортной обстановки для проведения мероприятия – это одна из главных задач. И на самом деле эти игры – это безопасная модель опасного мира. Да. Мне кажется, этой фразой сказано многое. Конечно, конечно. И больше не требуется ни о чем говорить. Но то, что родители таким образом возвращаются в детство, так же, как есть родители недоубаюканные, да, такое есть такое понятие, есть родители недоигранные, не наигравшиеся в детстве. И таким образом они на одном уровне выходят своим ребенком, а ребенок испытывает такой восторг, потому что мама, которая постоянно занята, которая постоянно в больницах, на реабилитациях, занята домашними делами, тут он видит настоящую маму, и у них происходит такое… Живую, радостную. Да, которая «вот она, мама, да, вот она какая, настоящая моя родная, любимая». И вот это взаимодействие, взаимопонимание, вот эти искры, вот эта любовь – это все в наших мероприятиях. Это все результат, да? Потому что я вот хочу спросить, вы уже замечаете, сейчас 2024 год, программа реализуется с какого года? Вот работаете с детьми? Ну, с 23 сентября, с 23 сентября. То есть год уже в работе, да? Да. И вот о каких результатах можете говорить уже? Вот как раз вот то, о чем вы говорите сейчас, что дети раскрепощаются. Конечно, ребята раскрепощаются, ребята бегут согласны на любое движение, которое мы предлагаем, на любую нашу инициативу, бегут с радостью, семьи приходят на любое мероприятие. У нас таких мероприятий для особенных семей очень большое разнообразие. И что немаловажно, что результат виден сразу. Он не отсроченный. Нам для этого необходимо проводить ряд мероприятий, цикл. Для этого результат здесь, сейчас. Мы видим их, как они раскрываются, меняются. Потому что основным методом педагогической работы с детьми с ОВЗ является наблюдение. И вот когда мы видим, когда мы сравниваем, и любая динамика от того, что какие мы пришли, и какие мы ушли, вот это счастье, это результат, самое главное, для родителей и для нас. Ну и как цветы, которые на солнце раскрываются. Вот бутон был, вот цветок раскрывается. Да, все мгновенно. Вас что подвигло на участие в конкурсе? Ведь это лишний труд, подготовка, хлопоты, нервы, волнение. Почему все-таки решили участвовать? Ну, конкурс, он сам по себе, статус повышается, да, психологически. А здесь вот у нас такая интересная тема, социальная игра, связь с народной сказкой. А почему бы ее не показать, не раскрутить на большой публике? Когда я приехала в Москву на всероссийский конкурс, было настолько для непосвященных педагогов, для членов жюри, настолько было это интересно и необычно, что это здорово. Такой опыт, который есть у нас, ну, хочется им делиться. Хочется рассказывать о том, что вот, ребята, вот такая есть форма работы. Берите, делайте, внедряйте. Да, да. Давайте про конкурс опять поговорим. Каковы условия участия были в конкурсе? Какие основные этапы? Расскажите, Анастасия Сергеевна. Ну, условия конкурса были банальны. Ничего-то особо не требовалось для этого, конечно же. Участие – это лица старше 18 лет с любых уголков России, да. Педагоги? Педагогические работники, безусловно. Это те люди, которые обладают именно практикой. То есть методист – это более как теоретик, да, документальная работа, сопровождение. А у педагога – это практическая деятельность. То, что можно показать. Данный конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – это был заочный. Для этого было необходимо отснять видеовизитку с демонстрацией практики непосредственно в определенное время, в определенный хрометраж, да, то есть это определенные такие нюансики. И, конечно, и паспорт педагогической практики. Вот именно то, что мы делаем, перенести практику на бумагу – это тоже определенный такой профессиональный момент. Не каждый сможет описать то, что он делает. Потому что делать – это прекрасно, это уникально, а перенести и прописать – это тоже определенный труд. Наверное, в этом и заключалась вот определенная… Сложность. Не сложность, но нюанс. Потому что можно было идти от теории к практике, мы же пошли от практики к теории. Но именно это позволит вот эту внедрять практику, потому что иначе никак. Надо людям читать, смотреть. Самое главное, что была практика. А все остальное – все возможно. Но про практику надо рассказать. Не зря в школе существуют учебники, но без учебника никак. Это своего рода учебник. Ваш вот этот вот паспорт вашей практики. Луиза Анваровна, вот трудности какие-то были вот на этом этапе? Ведь в этом ролике, вот в этой видеовизитке, там дети сами участвуют, вот эти особенные детки, да? Как вот было сложно? Дело в том, что участие самих деток – это и есть та практика, которой я владею, в которой я вот как легко работаю. Но чтобы все это преподнести красиво, грамотно, конечно, нужен был такой тандем, как моя методист. Я, конечно, благодарна Анастасии Сергеевне, которая смогла всю мою практику изложить красиво в визитке, в документальном, да, в паспорте, в который нужно было представить. Ребята сами, они были вовлечены в этот процесс, вот они как-то сами, для них это было интересно? Это какая-то была тоже новая игра? Их же там снимали, да, в эти... Я хочу сказать о том, что для них это просто была игра. Они пришли на мероприятие... Очередное. Да, это не было постановочного мероприятия. Это было реальное мероприятие здесь и сейчас, которое шло просто согласно плану нашей работы, деятельности. И мы таким образом... Это не постановочно, это все реально здесь и сейчас. Ребята, можно сказать, так были увлечены игрой, что они даже не замечали моментов, что их кто-то снимает. Так и самое главное. Да, и поэтому вот эта душа, эмоции, это все было представлено в достойном виде. Хорошо. Хорошо. Вот вы узнали, что прошли полуфинал, и надо было готовиться к финалу. Что тут, на этом этапе, что? Как готовились? Ну, надо отметить, что после заочного этапа в полуфинал вышли 100 человек примерно, 10 человек от каждой номинации. То есть нам уже предстояло бороться, можно сказать, в сотке лучших. Трудности там... Ну, какие трудности? Были эмоции, была радость, была гордость, было уважение. Тем более, тем более, я хочу подчеркнуть, что нашу-то областную столицу Луиза Анваровна единственная представляла? Вот именно как областную столицу... Самару, город. Город, да. Луиза Анваровна единственная. Ну, из Самарской области, из Нефтегорска, там еще был молодой. Были люди из области. Один человек, он представлял, он кадетские традиции представлял, то есть нас двое было, и Самарская область, но город Самара представлял только наш педагог. И победила. Победила. О том, что мы победили, мы узнали уже после трех, двух испытаний, которые проходили в онлайн-формате. Это была публикация о воспитании, и это было решение педагогической задачи. То есть публикация о воспитании, очень тяжелая, ну как тяжелая, сложная работа была, потому что надо было емко, кратко и со вкусом изложить ваше восприятие, что есть такое воспитание. Это вот как раз заочный этап был. Это было все в заочной этапе, да. Но после заочного этапа уже практически через несколько дней было известно, что мы первые в данной номинации. В Москву мы уже ехали победителями, как и другие. Вдвоем ездили? Да, я сопровождала педагога вместе со всей своей семьей, со своей особенной дочкой. Мы все вместе непосредственно шли к этой цели. Я присутствовала, поддерживала, потому что эмоциональная, моральная поддержка, настрой многое значит. Потому что практика есть, умения есть, знания есть, а вот показать, поддержать – это много стоит. Луиза Анвардовна, расскажите о вашей поездке в Москву. Что там было? Как все проходило? Что вы чувствовали? Ну, поездка в Москву – это, конечно, это особое что-то, вот такое действие. Для меня это сейчас уже какая-то сказка, которая со мной произошла, случилась. Настолько она была яркая, настолько много эмоций, воспоминаний оставила, вот именно в душе все, что происходило в Москве. Конкурс очень интересный. Он очень организован классно, здорово. Организовано все до мелочей. То есть и какие-то житейские проблемы, кого как обустроить, кого где покормить. А уж все, что касаемо вот всех этапов конкурсных, это особо тщательно было скорректировано, все отрегулировано. Организация, конечно, на уровне. Москва – это столица. И знаете, вот как-то, ну, может, мы, педагоги, может, я сама по себе, как такое вот у меня лирическое постоянное состояние было. Ведь нас там было много. Сами члены жюри, сами вот экспертная комиссия отмечали, насколько у нас слаженная группа самих победителей, насколько мы человечны. То есть у нас среди участников не было конкуренции. Вот о чем я и рассказываю про социальную игру. Нет конкуренции, нет победителей. Мы уже победители. И это было так здорово, так классно. Когда я вышла, там нужно было воочию провести мастер-класс. Настолько было неожиданно для ребят, самих конкурсантов, победителей всероссийского конкурса, когда я им предложила поиграть в сказку в теремок, когда основной победитель, это уже потом было известно не сразу, который предложил роль в теремочке, то есть педагоги высшей категории, со мной играли. И они были счастливы. Она рассказывала о том, какие эмоции она пережила, когда ей предложили попрыгать в роли лягушки-квакушки. То есть я обыгрывала теремок, который я провожу с ребятами, с родителями. И рассказывала, насколько оно раскрепощает душу ребенка, насколько оно тесно связано с нашим родом, с корнями, что теремок – это прежде всего сообщество. Да, здесь у нас зверюшки. А оно связь с родом, с корнями, с нашими. Рассказала о том, что вот этот теремок, вот это вот круговое движение, круговорот, да, связь со всеми предками опять, со всеми народами, насколько он связан с исконно нашими, вот с караваем, да, каравай-каравай. Круглый, да, опять вокруг него. И насколько это было необычно, вроде как, да, по сказке жить счастливым, быть вроде как все легко и просто. А вот мы победители, мы на всероссийском уровне рассказываем, как это классно, наши с вами корни. Вот он год семьи, вот мы его показали. Было здорово. Вот в этой победе какую роль вы отводите самим детям? Прежде всего, дети. Здесь у нас главенствующая роль. Ведь мы рассказывали, я рассказывала о том, как все это дети воспринимают, как они переживают. То есть, показывая свою практику воспитательную, я рассказывала, какие эмоции, что в результате всего этого мы воспитываем. Все это и для детей, и благодаря детям, получается, витак, да? Конечно же, конечно же. Анастасия Сергеевна, вот как вы считаете, каково значение вот этой победы в конкурсе вообще для Самары в целом, для страны в целом, для детей особенных? Значение данной победы для Центра детского творчества «Металлург», да? Прежде всего. Прежде всего, да. Как сказала наш уважаемый директор Анохина Маргарита Станиславовна, это исторический момент. На самом деле исторический, потому что мы являемся активными участниками всех конкурсов, в том числе и детских, и профессиональных конкурсов. Для нас эта победа – это показатель качества образования нашего учреждения, это показатель качества подготовки наших работников непосредственно. Это имидж, безусловно, не только нашего учреждения, но и конкретно и Самары, и даже страны, потому что мы представляем нашу Родину через маленькие институты, а наш институт – это Центр детского творчества «Металлург». Хорошо. И что теперь дальше? Как будет дальше продолжаться, развиваться работа в вашем центре вот по этой практике с особенными детками? Во-первых, это сохранить, укрепить, приумножить, конечно же, потому что с каждым годом, с каждым днем потребность работы с данными детишками только растет. Центров дополнительного образования, работающих с данным категорией детей, их родителей, очень мало. А так как мы считаем, что при работе с детьми с особенными надо работать не только с ними, но и с семьей, и с нормотипичным окружением, поэтому очень бы хотелось бы, одновременно хотелось, чтобы у нас становилось больше, но одновременно, чтобы потребителей данной услуги становилось меньше, чтобы дети все-таки росли здоровыми, социально развитыми, и чтобы они не нуждались в нас. Но раз уж такая ситуация, то мы будем стараться отвечать всем социальным запросам, которые будут нести к нам в Центр, и качественно, эффективно на них отвечать. И, конечно же, в планах это создание комнаты социально-будовой адаптации. Это моя мечта. Это созданный проект. Уже, наверное, для следующих конкурсов? Ну, он уже сейчас. Я не буду открывать и секреты, но он сейчас уже в процессе, в одном из процессов. Поэтому мы не останавливаемся. И я думаю, в следующем году мы будем пробовать снова, снова и снова. И мечта, конечно, стать абсолютным победителем, абсолютным, да? Но есть к чему стремиться, и это здорово. Я думаю, что у вас однажды это получится. А родители сами из этих особенных семей, как восприняли победу в конкурсе? Они, безусловно, считают... Они не ждали даже результата. Для них Луиза Анваровна, для них наш Центр, мы уже были для них победителями. Мы снимали ряд видеороликов. Перед тем, как отправляли нас в Москву, это, конечно, надо было видеть. Радость для всех. Радость, да. Время наше подходит к концу. Луиза Анваровна, ваши планы каковы, скажите нам? Планы работать дальше с этими детками, продолжать развивать направление, вот эту вот изюминку, которую мы нашли, которую я нашла, которую поддержала Анастасия Сергеевна, наша команда Центра детского творчества, методический кабинет, директор нашего Центра настолько лояльно относится ко всем нашим начинаниям, что, я думаю, дорога для нас открыта. Все пути. Есть цель, не видя, не препятствия. Время нашей программы, к сожалению, вот так быстро подошло к концу. Гости, дорогие, уважаемые, я еще раз вас поздравляю с этой потрясающей победой. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Напомню, сегодня у нас в гостях были методист Центра детского творчества «Металлург» Анастасия Пенькова и педагог дополнительного образования этого Центра Луиза Беляева, собственно, победитель педагогического конкурса «Воспитать человека». На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова